ИНЕСА ПАНЧЕНКО 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 учителя, они уже начинают учиться у европейцев. В некоторых школах это уже заметно. Ну, давайте сразу тогда по поводу мифов и представлений некоторых, которые бытуют в нашем обществе. Вот, кстати, про индийских йогов. Считается, что они живут долго и счастливо, конечно же, не болеют никакими хроническими заболеваниями, и на них не давит бремя переживаний, страданий и так далее. Ну, здесь это абсолютно никоим образом не связано с йогой. Это может быть связано с каждым конкретным индусом. То есть, если он, например, живет в нестрассогенной обстановке, у него там есть система мировоззрения, например, позитивная, он в экологически чистом районе питается хорошими продуктами и так далее и тому подобное, конечно, вполне возможно, если у него еще хороший генетик, он будет жить достаточно долго. Называть его там учителем йоги или нет, это даже самим индусам зачастую абсолютно непонятно. Йога, не йога, вот там сидит какой-то товарищ и о чем-то хорошо разглагольствует. Дело в том, что Индия, в ней очень большое смешение разных культур, направлений и мнений, и каждый конкретный индус, он, каждый конкретный мастер йоги, он, соответственно, этим инструментом может пользоваться по-разному. Есть учителя, которые действительно живут очень долго, очень качественно, а есть учителя, которые с ног до головы больны, и, что называется, йога — это лишь инструмент, нужно уметь им правильно воспользоваться. Поэтому ни в коем случае мы не можем рассматривать индусов как какой-то эталон, хотя бы по той простой причине, что даже сам метод йоги, в зависимости от того, в каком районе мы к нему присоединяемся, он может быть очень разный. Одно дело, если это какая-то монашеская организация общины, религиозный орден, внутри которого они практикуют для участников этого ордена, и там цели и задачи будут совершенно, что называется, не мирянские, если мы будем заниматься этими практиками, со здоровьем может быть, наоборот, ухудшение. Или мы зайдем в какой-нибудь там институт йога-терапии, где, наоборот, развивают, совершенствуют методы и средства коррекции состояния здоровья. Здесь будет с точностью наоборот. Или это там какая-нибудь духовная практика, абсолютно не имеющая отношения к тому, что сейчас современный западный человек подразумевает под йогой, как именно вот этой физической гимнастикой, о которой мы говорили, то, что называют хатха-йогой. В нашем обществе, на самом деле, ко многим идеям саморазвития относятся скептически особо, если идея еще имеет какие-то заморские корни. Ну, это примерно так бывает. Смотрят на человека. Ага, что-то с ним не то. Алкоголь не пьет. Настроение у него все время хорошее, бодрое. Это странно. Наверное, секта. Йога – это секта? Все зависит от того, кто ее организует. На самом деле, любое сообщество, любое человеческое сообщество, абсолютно, куда мы ни возьмем, даже там управление вашего телеканала может быть построено по принципу секты. Может быть, построено по другому принципу. Соответственно, любая школа, любой класс, там, класс гимнастики и так далее, может себя включать в вот подобные. То есть, что такое секта? Это когда ученики или, ну, скажем так, участники данной организации, они выполняют какие-либо действия во многом со сниженной критикой восприятия того, что им говорят. То есть, с этой точки зрения, армия является стопроцентной сектой. То есть, солдату сказали, он побежал и стреляет. Соответственно, мы можем точно так же построить абсолютно систему взаимодействия учитель-ученик. Соответственно, учители будут говорить, делать какую-нибудь ерунду, люди будут делать эту ерунду, и, соответственно, с милым выражением на лице им будет казаться, что все хорошо. Это все зависит от того, как выстраивается социальная межличностная структура. Когда мы говорим о вот таком, ну, так сказать, обывательском понятии секты, люди непонятно там как-то одеваются, не похожи на других людей и ведут какой-то образ жизни, ну, здесь очень часто происходит путаница, исходя из того, что многие тренера йоги, они, привозя какую-то технику, методику, восточную, любую, йоговскую или, например, там, китайскую, они начинают, ну, как дети копировать, там, знаете, как дети зачастую копируют там своих родителей, так часто учащиеся тренера начинают копировать своих замурских учителей, начинают девать такие же одежды, как они носят, пользоваться теми же атрибутами, используя незнакомые фразы и выражения. Уражение в образ. Абсолютно верно. Это происходит абсолютно инстинктивно, биологически. В основном это происходит у тренеров, скажем так, с достаточно, скажем так, невзрослой психикой, то есть они начинают имитировать все вот это на нос-ноге. Они их не способны хорошо взять практику, интегрировать в общество. И зачастую, когда попадаешь к такому преподавателю, занимающиеся, в свою очередь, тоже могут начать его копировать. Вот это вот копирование, оно зачастую приносит к тому, что люди начинают не заниматься этой практикой для тех целей и задач, ради которых надо разрабатывать, а просто ее имитировать. Вот. Но это на самом деле никак не связано с таким понятием, как секта. В секте всегда происходит снижение критики восприятия того, что говорит учитель. И на самом деле внешне как раз в сектах может быть все очень замечательно. Поэтому если увидеть, что человек начинает вести здоровый образ жизни и говорить, что это связано с йогой, в этом может не быть совершенно ничего плохого. Станислав, вы являетесь автором методики оптимальной физической активности. Еще в прошлый раз, к сожалению, не успела спросить вас. Сегодня непременно собираюсь это сделать. Что это за методика? Ну, на самом деле, это методика о том, как преподавать йогу или что бы то ни было другое. Это определенный метод, который во многом возник, как раз реакция на вот огромную волну вот таких вот тониров, которые вместо того, чтобы разбираться, что они делают, преподавать, а для того, чтобы, ну, например, улучшить качество жизни человека, для достижения конкретной цели и задачи, просто имитировали техники, одеваясь в одежду, похожие на индийские, на индийских йогов, но совершенно не решая никакие задачи, связанные, ну, например, с тем же здоровьем. Потому что, конечно же, занятия йогой могут нести очень разные аспекты. Это может быть не только здоровье и качество жизни, но и постановка каких-то специальных регуляторных навыков, например. И, собственно, вот этот метод, который мы таким образом назвали, он фокус ставит именно процесс обучения. Процесс обучения – это процесс очень сложный. И всегда, когда тренер что-то говорит, что-то показывает своему ученику, передает какую-то практику, если он не заберет с него обратную связь, то есть он не узнает у человека, насколько он понял, насколько его тело выполнило данное упражнение, какая была конкретная реакция, там, краткосрочная здесь, сейчас, как мы себя чувствуем в упражнении, или отсрочная на следующий день или в течение некоторого времени. Без хорошей системы получения обратной связи тренером от своего занимающегося, результат будет абсолютно непредсказуемый. Вот. Соответственно, система построена на принципах получения обратной связи от учеников своих. То есть, внимание точно здесь, сейчас, как работает данная техника. То, что я могу сказать своим преподавателям, что вот это упражнение, оно в любом случае будет полезно. Они работают ее давать, но всегда найдется человек с своими индивидуальными особенностями, которому это упражнение будет не полезно, а может быть даже вредно. Узнать об этом можно только в системе взаимоотношений с группой, с получением обратной связи. И также методика, она фокус стоит индивидуальной особенности каждого занимающегося. То есть, югическая практика, как и любая другая, должна использоваться для человека, для решения этого человека конкретным задачам. Все люди разные. И, соответственно, любой метод требует индивидуализации подхода. Вот эта вот оптимальная физическая активность, это, собственно, система обучения, тренеров, грамотно передавать свои знания с контролем полученного результата. А могли бы вы дать какие-то советы нам по оптимальной физической активности? Нам? То есть, людям, которые, ну, не преподают, не учат, но хотят учиться, скажем так. Да, самый простой момент, который ставится на занятиях, это правила грамотной биомеханики своего тела, то есть, правильной эргономики. То есть, у нас тренер всегда снабжается информацией о том, каким образом более эффективно использовать тело человека в упражнениях. Соответственно, в повседневной жизни наше тело также постоянно нагружается. Есть несколько очень простых навыков, которые помогают снизить риски и уменьшить износ наших суставов, в которых есть повышенный риск. Например, у большинства людей, там, за 25, за 30 лет, начинают возникнуть какие-либо проблемы с областью шеи. Для того, чтобы снизить данный риск, необходимо ставить определенный навык. Дело в том, что напряжение трапециевидных мышц, находящихся вот здесь, в этой зоне, связанное зачастую и с эмоциональным напряжением, и с выполняемым физически активным, даже иногда просто, там, я веду автомобиль, уже напряжение дельтовидной мышцы может передаваться в эту зону, если человек не имеет навыков работать с ней. Вот это напряжение зачастую начинает распространяться в заднюю часть шеи и со временем приводит к нарушению кровотока, базилиарных артерий, и в дальнейшем это ведет ряд негативных эффектов. Для того, чтобы этого не было, всем ученикам на занятии ставится определенный навык, который потом они могут выстраивать в своей жизни. Можем с вами и попробовать это сделать. Ну вот проблема, о которой вы говорите, я думаю, знакома, ну, после 25 лет, наверное, каждому даже не буду говорить через одно. Ну, действительно, многие люди начинают, может быть, чувствуют не боль, но иногда какой-либо дискомфорт. То есть мы сидим либо перед компьютером, либо за рулем, либо где-то еще. То есть необходимо ставить навык. Мы этот навык ставим во всех упражнениях абсолютно, и он потом постепенно перетекает на повседневность. Поэтому с удовольствием, да. Да, навык очень простой. Для того, чтобы его почувствовать, вам необходимо сесть с прямой спинкой. Значит, вы расправляете плечи и начинаете мягко тянуть вот эту точку вверх, слегка опуская подбородок. Здесь у нас ставятся два навыка. Расслабление трапеции и легкое вытяжение задней части шеи. То есть обязательно надо научиться опускать слегка подбородок, тянуться макушкой вверх. Можно всегда представлять, что вот здесь зажат небольшой шарик. Вот. И движение, отведение плеч назад и вниз. Собственно, вот такая постановка шеи, которая вначале может казаться немножко нам непривычной, со временем она становится более комфортной. Мы за собой учимся это, за этим наблюдать. И она даже просто там, я беру ручку, чтобы что-то написать, я чувствую, что у меня начинает подниматься вот эта мышца. Но так навык уже стоит, раз за разом повторяемый. Я эту зону могу убрать. Еще знание может пригодиться нашим занимающимся. Это знание о том, что если вы даете любую нагрузку на позвоночник, гораздо меньше будет износ поясничной жены, если вы напряжете мышцы живота. То есть если я там что-то поднимаю с пола, что-то беру, где каким-то образом скручиваюсь, напряжение мышц живота, тонус этих мышц пропорциональный нагрузки, которая идет на позвоночник, будет ее частично компенсироваться, разгружать сам сустав, передавая нагрузку на мышцы. Можно примитивно сформулировать это как прежде, чем поднять что-то тяжелое, нужно напрячь пресс? Абсолютно верно. Пропорционально тяжести, на самом деле. То есть если вы понимаете, что очень тяжелое, вам придется сильно напрячь мышцы живота, если не ходить, чтобы вся эта нагрузка пошла на поясницу. Станислав, вы и в прошлый раз, и сегодня говорите о том, что йога – это инструмент, и что им нужно научиться пользоваться. Давайте все-таки что-то полезное в этом инструменте для себя найдем. Вот, например, с развитием нашего общества, с развитием каких-то техногенных моментов и так далее, человек стал чаще болеть, скажем так. И я сейчас говорю о болезнях цивилизации, о тех, о которых, может быть, раньше и не слышали, и не задумывались. Это и стресс, это и депрессия, это и болезни позвоночника, ну и на самом деле много чего еще. И, к сожалению, такие наши вообще очень серьезные болезни цивилизации, как алкоголь, наркомания и так далее. Можно ли использовать йогу как инструмент в борьбе с такими болезнями? Ну, во многом популярность йогической практики, она абсолютно инстинктивно выбирается людьми для противостояния именно этим, так называемым проблемам цивилизации. Они на самом деле коренятся в изменении образа жизни человека. Жить мы стали действительно гораздо дольше, чем раньше. Это статистически фиксируется, продолжительность жизни растет, а вот качество жизни начинает постепенно снижаться. То есть мы живем дольше, но хуже. Это связано с тем, что количество различных хронических заболеваний, которым начинает страдать человек, оно понемножечку растет, 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 растет. Это затрагивает практически все основные системы организма, опорно-двигательные аппараты, нервную, центральную нервную систему, вегетативную систему, и болезни, связанные с хроническими заболеваниями, иммунитеты, сердечно-сосудистой системы и так далее. Собственно, йогическая практика имеет в своей основе большое количество инструментов, которые нам могут помочь. Для этого важно понять, каким образом данная практика будет действовать. Что у нас поменялось как раз в связи с техногенным развитием общества. Первое, самое важное, как наш организм поменял свое взаимодействие, это, конечно же, гиподинамия. Человек просто прекратил двигаться достаточным образом для того, чтобы все его тело функционировало. И здесь важно понимать, что вот это вот отсутствие движения пресловутого, о котором все там тренера спорта, фитнеса и так далее говорят, оно имеет в себе две составляющие. То есть, с одной стороны, мышечная деятельность, она в принципе обслуживает наш организм, позволяет ему нормально работать. Даже наша сосудистая система для нас в своей нормальной, естественной работы требует мышечных сокращений. Лишая себя достаточного объема мышечных сокращений, мы просто не даем себе возможности нормально обеспечивать себя. Но второй момент, он на самом деле момент мотивационный. То есть, вот эти вот эмоциональные состояния, о которых мы говорили, это состояние, которое у нас возникает по той простой причине, что наша система положительных подкреплений, во многом это эндорфинная, энкефалинная система, представлена именно ею, она является недогруженной уровнем эндорфина, потому что один из основных источников эндогенных опиатов в наших организмах является достаточный объем физической активности. И вот нехватка вот этой вот физической активности, которая дает выброс подобных гормонов, она зачастую приводит к тому, что человек начинает каким-то образом компенсировать или сублимировать вот эти эндогенные опиаты, путем изменяя свой образ жизни, то есть он начинает там, например, очень много и обильно вкусно питаться. От этого он чувствует себя немножко... Вы считаете, это сублимация двигательной опиаты? Абсолютно верно. Это сублимация нехватки пиковой двигательной активности, которая приводит к тому, что человеку нужно разными способами увеличивать уровень вот этих эндорфинных опиатов, чем он, собственно, и занимается. Соответственно, и алкоголь, и прочие-прочие вещи по-разному воздействуют на систему положительных подкреплений с разных сторон, но суть остается такая же. То есть мы избавили себя от огромного объема физической активности, которая нужна была нам для адаптации. То есть человек в древнем мире, ну как в условиях живой природы, ему для того, чтобы выжить, постоянно нужно было бороться за выживание. Среда была агрессивная, его двигательная активность нужна была для адаптации. Мы, пометив себя в техносферу, избавили себя от рисков, связанных с угрозой жизни, вот там, я не знаю, быть съеденным каким-то зверем и так далее. Но тем не менее, объем стрессорных реакций, то есть маркеров стресса, у нас достаточно большой. То есть наш организм биологически начинает включаться, ну даже вот момент, мы заходим в помещение, где много незнакомых людей. Сознательно мы понимаем, что эта ситуация для нас абсолютно безопасна. Но для нашей биологии это абсолютно стрессовая ситуация. То есть она могла привести к гибели особи. Соответственно, включается стрессовая реакция, но наша социальная модель поведения не дает нам физически отреагировать. Она не дает нам реализовать, выключить вот этот вот процесс возбуждения. И этот стресс нас начинает изнашивать. Вот для того, чтобы выключить вот эту вот систему, нам необходимы специальные физические упражнения, которые должны перевести нас в фазу восстановления, в анаболическую фазу. И вот юргическая методика, она тем отличается от спорта и фитнеса, что она учитывает в себе как вот эту разрядку мышечную, стимулирующую выброс эндорфина. А вторым этапом всегда идут анаболические техники, то есть техники, которые помогают нам как следует расслабиться и восстановиться. То есть это техники дыхания, антиартостатические положения, техники растяжки расслаблением, техники релаксации, техники управления там вегетативной нервной системой, активации парасимпатики, такие как у Диана Банха, например. Весь вот этот вот объем техник позволяет человеку не только справиться со стрессом, но и дает возможность человеку восстановиться. То есть вот все вот эти методики релаксации, они приводят к тому, что после занятия йогой человек не чувствует возбуждение или накатившись усталости, а чувствует спокойное, ровно отдохнувшее состояние, которое иногда многие люди с сильно перевозбужденной нервной системой не могут испытать даже момент нормального здорового сна. Ну, не получается отдохнуть у многих людей. А вот методология йоги в себя включает именно вот этот вот механизм. Вот. И, соответственно, мы получаем сразу какие плюсы? То есть у нас появляется возможность компенсации различного рода зависимостей. То есть человек начинает заниматься йогой, у него появляется альтернатива, он, соответственно, может меньше ориентироваться на подобные вещи. Это действительно очень хорошо работает совместно с различными типами спортивного тренинга. Вот. Но вот этот вот механизм релаксации, который детально разработан в йоге, и мы можем детально его применять совместно с физической нагрузкой, позволяет нам избавиться от массы проблем, которые вызывают хронический стресс. Вот это вот хронически, незавершенно, невозможно. Вот это вот возбуждение и невозможно расслабиться, отдохнуть. Станислав, ну, а вот опять-таки возвращаясь к болезням цивилизации. Например, некоторые искатели просветления, и у нас здесь, и в Индии, наверное, тоже, пытаются приблизить его с помощью наркотиков. Как йога к этому вообще относится? Ну, на самом деле, никак не относится. Во-первых, потому что само по себе понятие просветления, оно, ну, скажем так, очень часто бывает размыто у этих искателей, что просветляем, зачем просветляем, к чему, от чего, почему. То есть есть вполне конкретные состояния, определенные режимы функционирования центральной нервной системы, которые дают нам дополнительные когнитивные возможности, то есть возможности познания и так далее и тому подобное, которые можно развивать с помощью различных упражнений йоги, в том числе созерцательных и дыхательных упражнений. Но когда мы говорим о человеке, который ищет некого, ну, скажем так, отстраненного понятия просветления от чего-то, почему-то непонятно, да еще применяет к различным растительным или химическим препаратам для достижения измененных состояний сознания, я бы здесь сказал, что просто мы рассматриваем людей, которые по какой-то причине не смогли нормально социализироваться в этом социуме и просто используют это как красивый инструмент для того, чтобы избежать от своих реальных целей и задач, от своих реальных потребностей, от своих реальных, ну, каких-то механизмов, с которыми, ну, просто не получилось. То есть, на мой взгляд, это просто красивый механизм избегания от тех проблем, с которых человек не смог решить у себя под ногами. Вы сказали, что существуют методики восстановления, расслабления, и я даже не запомнила много чего еще. Получается, что человек, владеющий ими, теоретически может с утра до вечера только этим и заниматься, что их применять, независимо от того, что он в данный момент делает. Не совсем. Дело в том, что нормальный функционер нашего организма, мы должны всегда получать некое воздействие, на которое мы будем реагировать стрессовой реакцией. Но проблема современного общества заключается в том, что наше общество не может перейти в следующую за этой нормальной стадии стадии восстановления. То есть, животное в биологической среде, пусть то, как оно испытывает стресс, оно всегда после этого переходит в анаболическую фазу и может где-то в норке отдохнуть и поспать. У нас такой возможности нет. Источники стресса, ну, то, что на это мы реагируем, оно везде, у человека везде абсолютно, 24 часа в сутки вот эти вот маркеры, маячки, его одерживают в состоянии возбуждения. То есть, само по себе это состояние возбуждения нужно нам для того, чтобы мы каким-то образом развивались. Но только в том случае, если этот стресс положительный, то есть, он завершается и после этого переходит в фазу восстановления. Вот, собственно, йога и дает современному обществу возможность перейти в эту фазу восстановления. То есть, научиться восстанавливаться и адаптироваться. На самом деле, главной претензией к йоге можно считать как раз-таки духовную практику. Чаще всего можно от людей слышать. Мне сейчас не до высоких материй, мне бы поправить здоровье, похудеть и так далее. То есть, люди хотят чего-то попроще, чтобы не было дыхательных упражнений, медитаций. Нет, на самом деле это связано просто с тем, что люди не понимают от чего, почему вот такая вот связь йоги с какими-либо духовными практиками. Дело в том, что во многих религиозных традициях йога являлась инструментом, определенным инструментом для достижения определенных состояний. Можно сказать так, что йогическую практику, йогические методики, различные религиозные общества, ордена и так далее, и секты использовали как инструмент. И, соответственно, ну, какая разница, что молотком пользуется священник или молотком пользуется плотник. И тот, и тот молотком забивают, ну, например, гвозди. Разницы никакой. Ну, просто так получилось, что мы увидели, как пользуются молотками священники. Но от того, что священник пользуется молотком, это же не духовный инструмент, это просто молоток. Так и в йогической практике есть огромное количество упражнений, которые можно и нужно применять для людей очень далеких, возможно, от каких-то религиозных воззрений. А, соответственно, люди религиозные замечательно с помощью инструментов йоги могут для своих задач им воспользоваться. Я вот в процессе нашего разговора забываю о том упражнении, которое вы показывали, и, соответственно, мышцы опять начинают напрягаться. Ну, у вас, кстати, осанка ставится достаточно хорошо, я думаю, это связано с тем, что долгое время находитесь на эфирах. Обычно осанка начинает сильно пропадать у людей, профессии, связанные с мелким моторикой рук. То есть, ну, может быть, парикмахеры, программисты и так далее. Вот у этих людей через какое-то время действительно будет вот такое положение. У вас осанка достаточно неплохо. Спасибо, Станислав. Ну, а все-таки мне бы хотелось, чтобы мы не ушли вот так из эфира, не предложив еще какую-то, ну, не методику, скажем так, хотя бы одно-два упражнения, для того, чтобы мы тоже были на пути туда. Одно из важнейших упражнений, которые нужно делать регулярно, проистекает и знание о том, как устроен наш позвоночник. Дело в том, что позвоночник представляет из себя очень сложную систему, питание которой во многом обеспечивает движение мышц, которые ее окружают. То есть, для нормального функционирования спины недостаточно просто сидеть или периодически ее чем-то нагружать. В идеале, для того, чтобы ваш позвоночник служил вам верой и правдой на протяжении длительного времени, необходимы определенные упражнения на его обслуживание. Это упражнения очень простые. Принцип у них очень простой. Нужно просто во всех амплитудах подвижности совершать ненагруженное движение спиной для того, чтобы включить насосную функцию мышц и снабдить сустав питанием. Ну, давайте сделаем несколько упражнений. Ну, вот, когда в положении силы вам необходимо сесть ближе к краю поверхности, на которой вы находитесь, пятки расположить под колени. Положите ладони на коленные суставы. Расправьте плечи, мягко потяните себя за макушку вверх. Слегка потяните мышцы живота. Мы будем выполнять просто движения позвоночником. Вы не должны делать их резко. Не нужно их выполнять до максимальной амплитуды. Задача заставить спину двигаться. Вот в этой точке, в область солнечного сплетения, со вдохом толкните ее вперед, прогибая себя в грудном отделе. А подбородок держите опущенный. С выдохом эту точку толкайте назад, слегка выгибая себя. Выполняйте порядка 25 раз. Вдох. Выдох. Движения не резкие и не в полную амплитуду. Выдох. Вдох. Выдох. Первое упражнение. Второе упражнение будет связано с поворачиванием позвоночника. Пусть ваше левое плечо пойдет вперед, а правое назад. И наоборот. То есть сейчас мы выполняем упражнение скручивания. Вроде бы ничего сложного. Абсолютно. Важно понимать, что вот эти очень простые движения, они очень похожи на регулярные техобслуживания автомобиля. Мы же регулярно загоняем на то автомобиль. А сколько времени нужно, как часто нужно обслуживать наш позвоночник таким образом? Каждый день. Ну, сколько времени вы рекомендуете? Ну, в идеале хотя бы один раз в течение дня подобные упражнения нужно делать, кроме всех остальных видов физической деятельности. Это хотя бы минимальный комплекс. Мы еще несколько упражнений не сделали. Ладошки на пупок. Так. Теперь снова поворачивайся с корпусом. Таким вот образом. Тоже неполная амплитуда. И снова положите. Давайте делаем так. Левое плечо идет вниз, правое вверх. Боковые наклоны. И наоборот. Вот три направления подвижности мы с вами избрали. И, соответственно, выполняя движения на позвоночник, пускай даже в неполной амплитуде, день за днем, вы тем самым будете сохранять на дольшее количество времени вашу спину более здоровым. Это не все, что необходимо для здоровья спины, но это очень важно. По крайней мере, это уже что-то практическое. И, в принципе, как мне кажется, это может выполнить любой человек. Было бы желание. Но вот один из принципов йоги мы не должны растрачивать силы, энергию и время понапрасну. Правда же? Нужно ставить цели и достигать их. Иными словами, это принципы доброты и здравого смысла. И соблюдение их, нахождение баланса между ними тоже способствует гармонизации жизни и достижению результатов не только в йоге, но и во всех жизненных наших сферах. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин